Дорогие друзья, всем привет! С вами Ваша Витакон Флай и это канал о парфюмерии. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную и актуальную тему про весенние ароматы. Здесь совершенно разные ароматы в подборке, их ничего не объединяет, кроме того, что именно к ним на данный момент у меня тянется рука. И вот то, чем я пользуюсь в последнее время, с огромным удовольствием, с любовью, с уважением, то и будет сегодня в моей подборке. Если Вам интересна такая тема, то, конечно же, оставайтесь со мной. Прежде хочу сказать, сегодня у меня на губах такая темная, насыщенная помада. Она смотрится, как будто какая-то коричнево-бордовая. На самом деле она прям вот именно коричневая, коричнево-нюдовая, без красного оттенка, в стике. Это Фаберлик, это очень классная линейка, это Липстик Velvet Kiss номер 4582. У меня много помад из этой серии, они неубиваемые. Вот Вы не поверите, я сегодня нанесла эту помаду, по-моему, в 11 дня, сейчас в 9 вечера. Я обедала, у меня было 2 перекуса, ужин я сегодня пропустила. Вы представляете, у нас какая высокая стойкость у этой помады. Так, ну что, все, немножечко отвлеклись, ну а теперь приступаю к нашей основной теме. Итак, первый аромат из моей подборки – это любимчик. Это, конечно же, Tea Rose Perfumers Workshop. Здесь 120 мл, немножечко так, не очень красиво выполнен пульвик. Я обожаю этот аромат, мне для того, чтобы рассказать о нем, даже не нужно его распылять на блоттер или в воздух, потому что, ну это прелесть. Это самая красивая, благоухающая, нежная, изысканная, женственно манящая роза, которая только может быть на этом свете. Вот красивые розы и так грамотно обыгранные я еще нигде не встречала, хотя в моей коллекции уже много достаточно ароматов с розой, потому что я в последнее время прям полюбила эту нолоту в парфюмерии. Она красива, она свежа, она молода. Кстати, этот аромат я получила в холодное время года, наверное, это был февраль, начало февраля или конец января. И на морозе я брызнула, он звучал настолько кристально розно чисто, что я даже в изумлении остановилась. Я шла по улице, я остановилась, я немножечко так была ошеломлена этим необычным звучанием. Даже немножечко какой-то мыльной чистоты добавили. Также здесь буквально чуть-чуть водных нот, благодаря водной лилии, может быть здесь есть небольшие зеленые ноты, но это прекрасно. И вы знаете, этот аромат легко бы вошел в подборку топ самых стойких ароматов в моей коллекции. Он на мне держится не менее 12 часов на волосах и то больше. Прекрасный аромат, если вы где-то его увидите, если вы любите розу, запах кристальной чистоты, запах весенних, благоухающих, самых красивых цветов, то присмотритесь. Ти Роуз, пожалуйста, к вашему вниманию. Следующий аромат это перголиз. Я затрудняюсь сказать, к какому концерну он относится. Где-то написано, что это бренд Дзинтерс, который перестал существовать, где-то написано, что это Ульрик Де Варенс. На том сайте, где я бы приобретала этот аромат, просто написано, что бренд называется Перголиз. Аромат с небольшим флером 92-х, но он очень классный. Здесь есть лилия, здесь есть жасмин, здесь есть кисловато-сладкие красные ягоды, которые передают такую некую игривость аромату. При всем при этом аромат цветочный, красивый, немножечко фруктовый, слегка-слегка ягодный, немножко замыленный. Вот некоторые уходовые средства примерно так пахнут. Да, здесь есть немножко химозности. Знаете, у меня какие-то прикольные очень ассоциации из детства. Я уже рассказывала, что моя бабушка работала прихмахером в своем городе, в городе деревенского типа. И вот как-то мы с ней заходили в баню, где был отдельный кабинет, где стригли людей. И там примерно вот так же пахло. Немного влажно, чем-то таким помадно-мыльно-рыльно-косметическим. Водные ноты дают такую, видимо, влажность мне. Но он прикольный, он классно звучит в прохладную весну. Он достаточно диффузный, он шлейфовый. Не совсем стойкий, часа 4, 4,5 он на мне держится, не больше. Но для меня не проблема обновить. Классный аромат. Перголис. Присмотритесь. Идем дальше. Следующий аромат это из семьяки. Плиц, плиц. У меня здесь ведро, здесь, по-моему, 100 миллилитров. Да, здесь 100 миллилитров. Обожаю. Какой же он клевый. Здесь все обыграно вокруг душистого горошка. Вы представляете, как это классно пахнет? Он такой приторно-сладкий. Немножко пахнет детской кашкой. Здесь введена в композицию груша. Невероятно красивый бархатный розовый пион с белой каемочкой. Я обожаю, как пахнет пион. Это одна из моих самых любимых нот и один из моих самых любимых цветов. Я вдыхаю этот аромат. Я надышаться им не могу. Какой же он красивый. Все это слегка засахаривается в базе. Немножко деревяшек, немножко белого мускуса. Но очень все сдержано, очень все грамотно. Классный аромат. Он замечательное оформление. Ну просто, ну просто восхитительное. Давайте я вам поближе покажу. Такая крышечка в виде цветка. Душистый горошек, один из самых красивейших, спрятан в этом аромате. Он у меня весной пользуется огромной популярностью. Также хочу добавить, что он такой цветочно-пыльцовый. Он как цветочная медовая пыльца. Он сладкий, он немножко пряный. Он слегка свежий. Но он замечательный. Он просто прекрасный. Обожаю всем сердцем. Следующий самый бюджетный малыш из этой подборки. Это фрутистима линейка Брокар Берри. Настолько понравился этот грушовый леденец, что я уже его задублила по очень выгодной цене на Валберис рублей за 170. Насколько я помню, там какая-то опять немыслимая пирамида. Там, по-моему, и ирис, и магнолия, и цветы, и, в общем, там что-то невероятное. Но по мне так это вот дюшес, газировка, дюшес, не конфетка, а именно газировка с этими пузыриками, с этими газиками такими игристыми. Все очень свежо, все очень зелено, молодо, очень классно звучит. И, конечно, груша, груша, немножко химозненькая груша, не свеже нарезанная, а вот именно груша в газированном напитке. Обожаю сейчас наносить этот аромат после душа, либо после спорта, либо до спорта. Посмотрите, как я хорошо им пользуюсь. Очень классный леденец с грушей. Присмотритесь, если вы еще не пробовали эту бюджетную малышку, рекомендую однозначно познакомиться. Прекрасен, он классный, мне кажется, он самый классный из всей этой линейки Фрутиссимо. У меня есть какой-то еще ягодный, у меня есть кокосовый, и все там очень-очень неестественно, очень химозно звучит. А этот Фрутиссимо Перри самый топ на весну. Следующий аромат это Эйвен Магнолия Инфлёрс. Моя любимейшая линейка у Эйвен это Парфюмерс Артистик. Зелененький градиентный флакон. Красота нереальная, у меня и вся эта линейка. А, нет, подождите, у меня, по-моему, одного аромата все-таки нет. Я еще не купила его. Магнолия это тот самый аромат, с которым, ну вообще, у меня сначала не сложилась дружба от слова совсем. Потому что появился он у меня зимой. Тогда он звучал абсолютно прямолинейно, приторно, монотонно, мыльно. Вот настолько мыльно, что мне хотелось пойти умыться после этого аромата. Мне прям даже подташнивало от него, и были какие-то негативные эмоции. Но сейчас, когда наступила весна, у нас уже была и теплая весна, но в данный момент у нас холодная весна, на улице плюс 10 всего лишь. Сейчас он звучит очень красиво, а именно, цветочно-зеленый аромат. Не мыльный, эта мыльница уже куда-то ушла. Сейчас я здесь слышу и игривый бергамот, и розовый перец, и какой-то зеленый чай. Очень-очень-очень много белых цветов. Здесь магнолия не одна. Она в содружестве с Горденией, с Жасмином, скорее всего. Здесь зеленые нотки. Даже похоже немножко на зеленое яблочко, или какие-то травные ноты, мускус. Сейчас, именно в холодную весну, в ветреный день, сегодня этот аромат был на мне весь день, звучит потрясающе. Не могу сказать, что этот аромат мой любимый из серии Artistic Parfumers. Просто я нашла, и я очень рада этому, и нашла то самое время года, те самые погодные условия, которые идеально подходят для его полноценного раскрытия и развития в звучании Magnolia Floors Avon. Следующий супер бюджетный аромат в моей подборке, это Eva Floor Adelie Angelica. Краймеди я его покупала очень бюджетно. Вот так выглядит коробочка. Еще у меня есть обычная Adelie, которая нравится значительно меньше. А вот это просто прелесть прелестная, на весну, ну я просто не могу. Здесь есть и груша, здесь есть и иланг, и сирень, и различные весенние первоцветы. Здесь невероятно красивый персик. Персик карамели. И ландыш. Ландыш очень похож на ландыш Elvi Ariflame. Ну а в базе очень приемлемые, очень спокойные, уравновешенные почули. Ни землистые, ни шоколадные, ни гурманские, ни подвальные ни в коем случае. Просто почули. Этот аромат, несмотря на свою бюджетную стоимость, звучит люксово. Классно. По-весеннему. И я слышу в нем сирень. В нем сирене и в помине нет. Не заявлено ни в каких нотах. Да, сирень. Моя любимая сирень. Как же я ее люблю. И флакон сиреневого цвета. Присмотритесь, если любите такое цветочно-фруктовое направление. Персик здесь, конечно, шикарный. Adelie Angelic. Everfloor. Аромат от Sergio Nero. Друзья, сейчас очень сложно на всем парк маньякам. Цены подорожали. И я вот среди его списка брендов бюджетных, которым бы я рекомендовала присмотреться, будет Sergio Nero. Это мои друзья. Аромат я покупала в Ашане. Рублей за 300. Называется аромат Purple Rose. Немножечко у меня какой-то диссонанс сейчас происходит. Purple Rose. И при этом вот такой вот желто-бежевый флакон. Ну, звучание здесь весьма необычное. Я где-то читала, что его сравнивают с Люсией от Арифлей и с Чарути. 1-9-8-4. В сердце, да, они похожи, действительно. Немножко рисковатый спиртовой старт, но он прям за полторы секунды улетучивается. Как он звучит? Небольшая кислинка грейпфрута. Какие-то травные ноты. Такие, знаете, природные, травные, очень спокойные, очень уравновешенные. Дальше цветочный блок. Самые обычные полевые цветочки, которые растут на полянке, открытые в лесу. И какие-то небольшие морские аккорды. Немножечко на мужские ноты. Сердце похоже. Ну, в принципе, мне это очень приятно. Мне нравится относить. Бази, амбра, кедр и мускус. Больше всего слышу мускус и дерево, деревяшки. В принципе, если убрать этот спиртовой, немножечко химозненький старт, аромат прикольный. Почему бы и нет. Sergio Nero Rose Purple продается в Ашане примерно 300 рублей. Присмотритесь, я ношу, мне нравится. Следующий вот такой красивый аромат. Это Агата. Агата L'Amour in Paris. Парфюмированная вода, 50 мл. Здесь очень-очень-очень много царицы розы. Роза здесь непростая. Она посыпана розовым перчиком. И на нее выжили немножечко сока из листа черной смородины. С кислинкой розы, с кислинкой и с перчиком. Немножко заслащивается. Все это завуалировано легкой, негурманской ванилью. Слегка добавили мускуса. И еще, еще сверху положили еще розы. И немножко слышу нерали. Чуть-чуть немножечко такого эйвенского нерали. Аромат классный, он стойкий. Он красивый. Комплиментарный, кстати говоря. Когда я в нем, я получаю очень часто комплименты. Ну, это милейший такой замочек. Это тоже бонус. Я люблю красивые флаконы, люблю их разглядывать, люблю их трогать. Я вообще люблю флаконы, я вообще люблю парфюмерию. Итак, еще один мой аромат на весну. Агата, L'Amour in Paris. Следующий аромат это Avon Celebré Fresh. Так уже хорошо я им попользовалась. Аромат чем-то напоминает мне зеленый чай от Elisabeth Arden. Здесь есть и яблочко, здесь есть и мандарин, и зеленый чай. Из интересностей в пирамиде есть бархатцы. Бархатцы желтые, немного пудровые, немножечко с листом фиалки. Да, есть в сердце. И очень непримечательная база, которую я практически не слышу. Может быть, там есть амбра, может быть, там есть немного белого мускуса. Абсолютно беззаботный аромат. Очень легкий, очень воздушный, искристый. Не запоминающийся, но он классный. Он такая, знаете, весенняя поливашечка для настроения. Я пользуюсь, мне нравится, он немножечко с зеленцой, с цитрусовой кислинкой. Прикольный, приятный, непримечательный, но хороший. Хороший аромат от Elisabeth Arden. Я им пользуюсь с удовольствием. Celebrate Fresh. Мой выбор. Я, честно скажу, не веду никакие Project Pen, но все-таки есть несколько ароматов, которые я хочу закончить, чтобы освободить место для новых. Аромат Sergio Tachini называется Onna Precious Purple. Такой малыш, купленный в Бангит Косметик, на какой-то супер распродаже. Я не могу сказать, что я его обожаю, что я от него в восторге. Он мне просто дарит чувство легкости. Он мне дарит хорошее настроение, запах цветочный, немножечко слегка припудренный. Здесь есть и зеленое яблочко, здесь есть и жизнерадостный бергамот, здесь есть какие-то специи, возможно, это кардамон, имбирь. Также есть немножечко водянистости, скорее всего, там есть водяная лилия. И в базе Ambra Muscus. Очень легкий аромат весенний, не стойкий, не шлейфовый. Очередная весенняя поливашечка, очень приятная, которая дарит положительные и радостные эмоции. Sergio Tachini, Precious Purple. Еще один мой бюджетный любимчик, это Arnaud Sorrel Intime Secret. Есть у меня Intime, в какой-то подборке он у меня уже участвовал. А это Intime Secret. Я совершенно не знаю его базы. Здесь однозначно есть роза. О, прикольно. Сейчас он звучит как-то иначе. Роза. Слива. Сливу посыпали сахарной пудрой. Добавили немножечко щепотку корицы и ванильного сахара. И в базе очень классные, неприторные, очень приятные, такие сглаженные бобы тонко. Прикольный аромат. Звучит дороже своей цены. Звучит как очень хороший и добротный люкс. Arnaud Sorrel Intime Secret. Ну, а когда на улице весной еще холодно, дует сильный ветер, я себе не могу отказать в удовольствии. Я хочу нанести на себя больше специй, больше ярких восточных ароматов. В этом мне помогает, как никогда, латафа. Аромат называется Аль Шамук. Такой красивый флакон. Насыщенный фиолетового цвета. С красивым таким арабским орнаментом. Ну, красота. Просто не могу. Чего здесь только нет. Здесь и кориандр, имбирь, шафран. Еще здесь есть тмин. Здесь есть, конечно же, мускус. Но классно, что во всю эту специево-цветочную феерию не добавили уд. Вот если бы здесь был еще и уд, то я думаю, это было бы просто чересчур. Скорее всего, многие не смогли бы это носить. Но это абсолютно классный такой специево-цветочный европеизированный аромат. Мне он очень нравится. Он стойкий, но у него умеренный шлейф. Он замечательный. Я так рада, что я его приобрела. Стоит он тоже не очень дорого. По крайней мере, сто ил, когда я его приобретала. Это латафа Аль Шамук. Присмотритесь, здесь много специй, много цветов. Ну, в общем, красота. Что еще сказать? Подборки это Fragrant Bill C в Содружестве с Фаберлик. Приобретала я его на сайте Фаберлик еще в сентябре. И посмотрите, какая коробочка. Здесь восточный орнамент. Я была уверена, что это какой-то восточный красавец, которого нужно приобщать, примерять, как-то, да, укращать. Но на самом деле все намного проще и интереснее. Кстати, это единственный аромат, при распылении которого на кожу, я чувствую легкий, такой освежающий, приятный холодок. Никаких раздражений, ничего. Просто такой легкий-легкий холодок. Мне кажется, этот аромат не только весной у меня будет пользоваться успехом, как сейчас, но и летом однозначно. Вообще, я бы сказала, что это Ода Нерали. Этот аромат очень похож на Нерали от Ивраше, снятый. На Нерали и Ирис от Эйвен. Этот аромат, конечно же, у меня тоже есть. Но помимо Нерали, здесь есть еще и очень красивый сглаженный бергамот. Здесь есть зеленый чай наверняка. Конечно же, этот зеленый чай, в котором есть Нерали, есть долька лимона свежего. И туда сверху насыпали немножко перчика. Ну, а для более красивой, такой богатой картины добавили еще лист черной смородины. Сорвали свежую мяту, тоже положили в эту большую красивую кружку. И все это заправили богатой, теплой, обворожительной амброй. Вот так звучит этот аромат B.O.C. Fragrant. Опять же, такое арабское оформление, очень красивое. Но звучит он практически, ну практически, как моноаромат Нерали с добавлением вот этих красивых и специй, и лимончика, и чая. Классный аромат. Безумно рада, что я его приобрела по какой-то супер скидке. Он классный, он замечательный. Вот я его ношу просто запоем. Здесь прямо видно, как я хорошо его ношу. Ну что, мои дорогие друзья, вы посмотрели мою подборку весенних ароматов на прохладную и уже более-менее теплую весну, на середину мая примерно. Вот я сейчас, в данный момент, ношу эти ароматы с удовольствием. Спасибо вам за внимание, я вас очень сильно люблю, я ценю вашу поддержку, я чувствую вашу обратную связь, я вижу ее. Давайте общаться в комментариях, напишите, каким ароматом у вас сейчас тянется рука. С удовольствием почитаю и пообщаюсь с вами на любую тему. С вами была ваша Витя Конфулай. Подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзен и в группу ВКонтакте. Целую, обнимаю. Пока-пока.